Здравствуйте, дорогие зрители! Мы находимся на улице Ленина, бывшей Московской улицы. Где продолжим наш цикл передач, посвященных 150-летию со дня рождения Владимира Ильича Ульянова Ленина. Именно на этой улице находится мемориальный дом-музей, первый ленинский музей в стране. Это был первый дом, который семья Ульяновых приобрела в собственность. До этого они жили на съемных площадях, переезжая из дома в дом. За первые 9 лет жизни в Симбирске семья Ульяновых пришлось сменить 6 частных квартир. Обстоятельства были разные. Вот как об этом писала старшая сестра Владимира Ильича Анна Ильинична Ульянова Елизарова. Первые годы жизни в Симбирске семья наша кочевала по разным, более или менее неудобным квартирам, пока наконец отец не купил деревянный дом на Московской улице. В августе 1878 года мечта семьи сбылась. Они переехали в дом на Московской. Сегодня это дом-музей Владимира Ильича Ленина на улице Ленина. Почему именно в тот год, а не раньше, семья Ульяновых купила свой дом? Как известно из документов, жалование Ильи Николаевича Ульянова, директора народных училищ Симбирской губернии, составляло 2,5 тысячи рублей в год. Сумма немаленькая, но стоит учесть, что в 1878 году в семье Ульяновых уже было шестеро детей. Однако экономная Мария Александровна время от времени приобретала 50-рублевые билеты государственного казначейства, и к июню 1876 года их было куплено уже на сумму 3750 рублей. В реестре крепостных дел Симбирского нотариального архива от 4 августа 1878 года сохранилась запись о покупке женой действительного статского советника Марии Александровной Ульяновой у вдовы титулярного советника Екатерины Молчановой за 4 тысячи рублей деревянного дома со строением и землею в первой части по Московской улице, в приходе церкви Богоявления Господня. Кстати, дом приносил определенный доход. Ульяновы пускали к себе квартирант. В их числе оказался и сверстник Владимира Николай Нефедев. Позже типографчик Нефедев описал обитателей дома. По словам Николая Нефедева, Илья Николаевич Ульянов, отец Владимира Ильича, был ниже среднего роста, смуглый, лысый, с длинными черными прядями в волос на висках. Одевался он в длинный сюртук со светлыми пуговицами. Мария Александровна Ульянова, мать Владимира Ильича, была маленького роста, рыжеватая, тихая, болезненного вида. Володя Ульянов, казался моложе своих лет, был маленького роста, светлый и хрупкого сложения. Он отличался от своих сверстников необычайными способностями к учению, но в то же время мог порезвиться и пошалить, как никто другой. Дом относился к типичным строениям архитектуры провинциального российского города второй половины XIX века. Деревянный, на каменном фундаменте, одноэтажный с фасада и с антресолями со стороны двора. Имел два парадных входа и черный ход через зимнюю кухню со стороны двора. К дому примыкал большой двор с надворными постройками хозяйственного назначения. Среди них сохранилась постройка, в которой когда-то юный Александр Ульянов устроил особую лабораторию. Там он деятельно и с любовью занимался химическими опытами, в чем ему помогал младший брат Володин. Александр Ульянов после окончания гимназии поступил в Санкт-Петербургский университет на физико-математический факультет, где он и вступил в партию «Народная воля». Впоследствии он был казнен за подготовку покушения на царя Александра III. Здоровенный каретный сарай пустовал, собственного выезда у инспектора не было. Но зато в качестве места для игр сарай ничуть не уступал элегантной крокетной площадке. Обширный сад занимал два гектара. И на них все, о чем только можно мечтать. Яблони, клумбы, увитая плющом беседка, несколько аккуратных грядах кусты роз. Как писала Анна Ильинична, калитка в заборе сада давала возможность выйти на следующую Покровскую улицу. Сейчас это улица Льва Толстого. Весна 1887 года была последней в симбирской жизни семьи Ульяновых. Смерть Ильи Николаевича, а затем трагическая гибель Александра Ильича осиротили семью. После окончания гимназии Ольги и Володи Мария Александровна решила уехать из Симбирска. 30 мая 1887 года в газете «Симбирские губернские ведомости» появилось объявление «Продается дом с садом, рояль и мебель. Московская улица, дом Ульяновой». В 1887 году усадьбу на Московской приобрел полицемейстер Андрей Николаевич Минин. А через несколько дней Ульяновы навсегда расстались с Симбирском, выехав пароходом по Волге в Казань. В последующие годы дом находился у шести частных владельцев и неоднократно подвергался переделке. Один из владельцев усадьбы – барон Христофор фон Штемпель в 1905 году вырубил часть сада и построил для себя кирпичный особняк со стороны улицы Покровской. Сегодня это улица Льва Толстого, и в этом доме находится музей современного искусства. А в доме, где жили Ульяновы, он поселил прислугу и распорядился перестроить его. Были уничтожены антресоли, западное крыло, восточная глиерия. Первый шаг к созданию музея был сделан в ноябре 1918 года, когда на доме Ульяновых была установлена мемориальная доска. В тексте ошибочно отмечалось. Здесь родился председатель Совета народных комиссаров и великий вождь русских рабочих – товарищ Владимир Ильич Ульянов-Ленин. 28 февраля 1923 года на заседание Губисполкома принимается решение музей устроить в доме, где родился Владимир Ильич Ленин. Организация музея поручена 24-летнему коммунисту Владимиру Николаевичу Алексееву, который впоследствии стал его первым директором. Первый Ленинский музей был открыт 10 декабря 1923 года. Его официальное название – Симбирский историко-революционный музей имени Владимира Ильича Ленина. Горожане нарекли его попросту – дом Ильича. Как писал Алексеев, за год музей стал популярным уголком Ульяновском. Посещаемость музея с 10-15 человек в день возросла до 100-120 человек. В траурные дни 1924 года тяжело переживали кончину Ленина его земляки. К дому Ульяновых, ставшим музеем, устремились горожане, крестьяне из ближних сел, чтобы по народному обычаю почтить память великого человека. А представители завода имени Володарского дежурили здесь несколько дней. Именно тогда был поднят вопрос о воссоздании обстановки, которая окружила Ленина в его детские годы. В октябре 1925 года музей перевели в ведение Главного управления научными и музейными учреждениями Народного комиссариата просвещения РСФСР. Восстановлениями консервации дома занялись компетентные органы и высококвалифицированные специалисты. В 1927 году на здании музея была установлена мраморная доска с барельефом. Здесь жил Владимир Ульянов-Ленин в 1878-1887 годах, которую мы можем видеть и сейчас. Ее автор – Аркадий Александрович Пластов, наш земляк, народный художник СССР. К ноябрю 1929 года все реставрационные работы были закончены. Вечером 6 ноября на городском торжественном заседании было объявлено об открытии Ульяновского дома-музея Владимира Ильича Ленина. На следующий день перед Ленинским домом прошли тысячи ульяновцев, участников праздничной демонстрации. Первые годы войны дом-музея Ленина был единственным в городе, открытым для посетителей. Ежемесячная посещаемость музея в военное время выросла до 7 тысяч человек. Здесь тогда бывал и Дмитрий Ильич Ульянов, который был эвакуирован в Ульяновск. Создание мемориально-бытовой экспозиции дома-музея Ленина сделало его важнейшей исторической достопримечательностью Ульяновском, самым посещаемым объектом в Поволжье. Многое изменилось в городе, но здесь, на улице Ленина, в бывшем доме Ульяновых, все по-прежнему. Здесь время остановилось. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА